Девушки отдыхают Я по телефону стоял, разговаривал, не помню с кем И пробки выбило А деда дома не было Он в Питер уехал Алло Здорово, дядь Петь А не, не, он уехал в Питер В Питер Ага Хорошо, ладно Блять, свет сраный Короче, меня током ебнуло И я сознание потерял А когда я очнулся, там уже дырка была В двери Ровная такая, как будто высверлил кто-то Как это все случилось Я вообще не помню Мы потом с дедом этот кусок искали, так и не нашли А недавно я стою около собачьей будки И эта хрень просто ни с того ни сего прилетела откуда-то Ну че, как дела у вас? Нормально, вон Митек четыре сотни уже нарубил с утра А Петян где? В Чебуречную поехал с соломой Ладно, мы в ментовку погнали Петян, когда объявится, ты скажи ему, чтобы он к нам ехал Лады Ладно, мы в ментовку погнали ГОВОРИТЕСЬ ОК陽 В ментовку нагнем В ментовку погнали В ментовette Коправом В ментовкуist Петян Руше Руше Там у входа товарищ мой один на перстке играет, я по этому поводу тоже хотел поговорить, ну чтоб проблемы со стороны милиции там никакие не возникали. Ну, я понял, понял, мы сейчас с тобой все это обсудим. Бля, батя машину продавать собрался. Че это? Ты с деньгами че-то уродако хуёвый щас. Че, давай поможем. Да блин, че батю моего что ли не знаешь? Че такие вопросы начнутся, типа где деньги взял, узнает яйца вообще оторвет меня и вам заодно. Не нашли того, кто дядя Петя сбил? Нет, не нашли. Жалко, конечно, Петруху. Хороший мужик был. О, здорова, а где Петян? Дрищица. Какую-то хрень на рынке сожрал и траванулся. Ёпты. А это? А где Славик? Да они там с одного лоха до лжок выпить поехали. Я подходил к нему. Я к нему домой зашел. Я ему звоню, звоню. Ведь видит же, ведь видит. Как будто в уши ебется. Слышь, молчи, ёпты. Но ведь он, но ведь он мне денег дал. Че ты меня огрызишь? Я бы у него взял и вам бы отдал. Че ты меня огрызишь, ёпты? Я тебя щас ломаю, ёбище. Слышь, ты мудак, блять, на похуй где ты там пытаешься свои деньги найти? Тебе сказано было сегодня 50 рублей, блять. Все, завтрак, чтоб 70 рублей было. Криса ёбаная. Дед, ты че, дед? Ты пьяный что ли? Че случилось-то? Опять. Опять этот сука ёбаная. Весь дом, всю жизнь. Все испортил, пидахуй, блять. Этот, этот блятьский барабашка, блять. Блин, че он натворил-то, дед? Этот сука. Еще одно окно разбил, блять. Всю жизнь он меня преследует, сука. Сколько сука помню с детства, блять. С детства сука преследует меня. Блин, дед, ты вообще щас никакой. Иди ложись, проспись. А вечером поболтаем с тобой. Хорошо, Ванька. Че случилось? Че такие потрепанные? Да у магазина у нашего. Какие-то трое, они в местных стояли, блять. Мы к ним подошли, блять, спрашиваем, откуда, блять. Че здесь делаете? Сука, дерзкие, блять, такие оказались. Ну, Толстый одному въебало прописал. А они в ответ один пушку вытащил, другой нож. Короче, толстого в ногу пырнули и съебались. Толстого в ногу пырнули и съебались. На чем съебались? Шестерка красная. Единственное, это то, что мы успели им стекло разбить. Да уж, ну и времена пошли. Они случайно не с дружбы? Да нет, вроде не с дружбы. Ладно, я попробую узнать, может Репа че подскажет. Ну что сказать-то? Первый раз я его увидел, когда совсем маленьким был. Вот ты знаешь, Ванька, хоть и говорят, что домовые они размером с ребенка. В моем случае, это такой здоровый мужик. Хоть это и было давно, но все равно помню все отчетливо. Я вышел воросту нарвать, и вдруг такая яркая вспышка, и он появляется. Увидел меня и резко за угол избы забегает. Я за ним. А там уже не было никого, только разбитое окно. Потом вплоть до шестидесятых я его не видел. И вот когда я в шестьдесят третьем огромную Репу с бабкой вырастил, тогда он мне второй раз на глаза попался. Звучит гулять. ЗВОНОК ТЕЛЕЙНО ЗВОНОК ТЕЛЕЙНО ЗВОНОК ТЕЛЕЙНО Алло? Блядь, чё делать-то? Черкасский уезд Киевской губернии. Пиздец. Спустя 22 года узнаю про город детства деда, блядь. Всю жизнь я втирал, что он здесь родился. Так, стоп. А ты из какого города? Ты напиши в комментах. Для мультика пригодится. Ну и палец поставь вверх. Субтитры подогнал «Симон»